Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос касается, пожалуйста, к мужу. У автора вопроса, Светлан. Что хочется сказать? Значит, ну во-первых, автор просит помочь преодолеть это самое жало к мужу. И совершенно точно, я думаю, что нет такого какого-то уникального способа, уникального рецепта для того, чтобы реализовать, исполнить вашу просьбу. Потому что те причины, по которым вы оказались в этой ситуации, те причины, по которым вы в принципе в этой ситуации находитесь, они родились не сегодня, а вот и не вчера. Те причины, по которым вы оказались в этой ситуации, скорее всего, были с вами всегда. И то, что вы жалеете своего мужа, вот, на мой взгляд, связаны с тем, исключительно связаны с тем, что вы себя обесцениваете. Вот, а за его счет, за его счет вы, ну, восстанавливаете, если угодно. Этот баланс, баланс опоры, баланс своего счастья и так далее. Вместе с тем, да, будучи готовой к тому, чтобы с собой жертвовать, будучи готовой к тому, чтобы ставить себя ниже, чем ваш муж. Но в то же время, на мой взгляд, боясь, ну, остаться, остаться в одиночестве. Вот, боясь этого самого одиночества, опасаясь его. Вот, и на мой взгляд, этот момент является здесь ключевым. То есть вы раскроете, на мой взгляд, свой страх одиночества, в целом, некоторую проблему собственной реализации, потому что ваше отношение к детям, вот, на это косвенно указывает, вот, на жалостук муж. Мне его жалко, поэтому уходить я от него не хочу, боюсь. Вот, а на самом деле вы, на мой взгляд, больше всего боитесь остаться в этой ситуации. Ну, не в ситуации беременности, как таковой, а вообще в этой ситуации. Вот, значит, в каких случаях, когда люди могут бояться одиночества? Ну, когда они не добеждают себе, когда они себя обесценивают, вот, когда они наделяют ценностью других. Вот, например, вы наделили этой ценностью ребёнка, вы наделили этой ценностью своего мужа. Вот, все, что угодно, все, что угодно, кроме себя. Вот, и, конечно, предстоит работа по коррекции этого, по выправлению этого. И сделать это можно только в психотерапии. Вот, вообще, довольно интересный складывается узор вашей жизни. Вот, у вас есть ряд претензий к своему мужу. То есть, ну, вы чем-то небогольны, а по отношению к нему, то есть вы испытываете удовольствие какое-то. Но, в то же время, когда у вас появляется другой машина, вот, вы, на мой взгляд, то есть, к этому несколько поверхностно, в смысле, в смысле того, что он не отдает себе отчёт, отчёт в том, что вы делаете, для чего вы делаете и так далее. Вот, потому что то, что произошло, не могло произойти без вашего участия. И ваше участие, оно вносится в детализации. Вот, то есть, что вы хотели, встречаясь с другим мужчиной, что вы хотели, там, скажем так, в перспективе. Вот. А в какой момент у вас появилась жалость к мужу? Вот. Вот. И вот, всё примерно в таком духе. Это нужно для того, чтобы вы увидели весь процесс? Как, например, вы относитесь к тому, что не чувствуете себя женщиной? Вот. Какое значение для вас имеют дети? И что это за значение? Да? Ну, то есть, вот, какое значение вы продаёте детям? На все эти вещи, на мой взгляд, нужно, конечно же, найти ответ и разобраться. Вот. Дело в том, что, как мне кажется, преодолевать, преодолевать вам ничего не нужно. Вам, ну, вам не нужно пытаться преодолеть ту же жалость к мужу и так далее. Вам нужно увидеть ту, что лежит, ну, просто глубже, что находится просто глубже, что находится за этой жалость к себе. Вот. На мой взгляд, вам нужно увидеть то, что вам в этом аспекте хочется. Вот. То есть, ну, именно увидеть, что вам нужно делать. Вот. Вот. Как-то так. Как-то так. Как-то так. Я бы выбирал. Да, конечно, есть проблематика здесь. Сама оценка есть. Проблематика. Личные границы. Конечно. Вот. Вот. Это все есть. Это все есть. Это все есть. И... Очень важно. Как же с этим поработать. Вот. Ну, если здесь. Правда. Психологическая. Правда. Правда. От того, что произошло у вас, то это тоже можно прожить и проработать это сделать. Необходимо. Конечно же. Вот. Как-то так. Ну, нужно понимать, что ни один мужчина не решит ваших трудностей. Нужно понимать, что свои трудности, тревогу, свой страх вы можете решить самостоятельно только. Вот. А для чего? Ну, желательно работать над собой и учиться. Учиться. Опираться на себя. Именно на себя. А не на кого-то. Потому что сейчас очень на то похоже, что вы просто нашли другого человека. Человека, который может вам дать то, что, ну, не дает. Значит, вам возможно. Вот. И другой мужчина. Так же станет для вас, рано или поздно, ограничено. Вот. Процептамость. Поэтому. Крайне важно, чтобы вы были от этого защищены. Крайне важно, чтобы вам это не гравило. Вам, вашему ребенку. Вот. который у вас будет. Вот. Вот на эти все вещи нужно обратить внимание. Обратите обязательно также внимание на то, какие чувства у вас есть к другому мужчине. Что это за чувства? Вот. Ну, какого они рода, эти чувства. То есть это симпатия, это любовь, это может быть что-то вот другое. Вот. Вот. Такая история. Так что, так что, я бы обратил ваше внимание именно на эти вещи. Несколько. Несколько. Несколько вещей. Точно. Вот. Чтобы вы могли хотя бы начать двигаться в этом направлении. Чтобы вы могли работать в этом направлении. Вот так. постепенный. Вытаскивая снова, ну, снова и снова различные части своей жизни. Вот. Вы будете корректировать свое состояние. Вы будете корректировать свое отношение к своему мужу. Вот. Который в итоге придет к той ситуации, к тому результату, который должен быть. как минимум интересно. Вот. Вот пошла какая-то такая зафистура, которую хотелось бы вам открыть. Вот. Надеюсь, что это было как минимум интересно. Вот. Надеюсь, что это было полезно как минимум. Вот. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Да. Позволит вам начать с собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. И желаю вам, чтобы вы как можно быстрее обратились за помощью. Не тянулись с этим. Потому что это не решает проблем. Позволит. Позволит. Продолжение следует...